Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оксана. Спасибо, что вы зашли на мой канал. Сегодня опять будет видео по перспективе, и в этот раз более практичное видео. Мы будем разбираться, как построить нечто такое. Я, конечно, это рисовать полностью не буду. Здесь очень много работы на очень много часов, а может быть и дней. Но принцип мы разберем. И обычно вот такие фотографии получаются, когда их делают телефоном. Эту фотографию я нашла в Викопедии. Она в свободном доступе, то есть нам можно ее использовать для рисования. Ну, проблема, конечно, вот эта. Это не перспектива. Это дефект, который делает фотоаппарат, чаще всего телефон. Вот так должна эта фотография выглядеть в перспективе, в правильной. И это более-менее правильно построено. И вот мы сейчас разберемся, как нечто вот такое строить и рисовать. Кстати, если вы хотите рисовать подобное здание, то лучше выбирать фотографии вот такого рода. Вот видите, это старая фотография из советской книги. И здесь все ровненько, все хорошо. Для начала, и я так надеюсь, что человек, который будет это рисовать, будет рисовать с натуры. А если не с натуры, то надо выбрать хорошую фотографию. То вам надо определить взаимоотношения вот с самой высокой точки овала, вот здесь, и с самой широкой точки, вот здесь. С чего надо начать? Надо начать с того, что определить точку горизонта и где находится человек. Точка горизонта здесь легче всего определять вот по вот этим линиям. Найдите линию, которая более-менее прямая. И вот, как вы видите, вот эта линия, вот эта белая линия, вот тут она прямая, вот в этом месте, но потом она начинает подниматься. То есть это еще ниже горизонта. Если взять вот эту белую линию, вот здесь она касается моей линейки, но потом она поднимается. То есть это выше горизонта. Значит, наш горизонт где-то между этим. То есть он чуть выше этой линии, но ниже той. Вот он пройдет примерно вот здесь. На подобных фотографиях по-другому горизонт определить, я считаю, невозможно. И это потому, что здесь нет углов. Здесь нет линий, которые идут куда-то в этот горизонт. Здесь все какое-то закругленное, плюс еще и вытянутое. Вот эта штучка непропорционально вытянута. В общем, на мой взгляд, это самый лучший способ определить горизонт. Теперь нам надо определить, где стоял человек, который снимал эту фотографию. Его линия глаз явно идет посередине. Вообще-то фотоаппараты так и фотографируют, что линия центра фотографии, линия центра фотоаппаратов, скажем так, фотографического глаза посередине. И вот он стоит где-то вот здесь внизу. И вот как это определить? Я дальше начну рисовать, поэтому я фотографии уберу. И просто начну рисовать. И я тут эти отношения 9 к 4 высчитывать не буду. Я сделаю примерно на глаз эту пропорцию. Вот где-то, мне кажется, вот такая высота подойдет. Да, так я и сделаю. Вот здесь у меня пойдет горизонт, а вот здесь пойдет верхушка. Так, вот это моя будет основа. Значит, что это я нарисовала? Это прямоугольник, который идет вот так и вот так. Сейчас я вам на вот этом еще покажу. Вот этот прямоугольник, видите, вот он идет. Получается, вот эти вот полуокружности впишутся вовнутрь. То есть вот у меня пусть будет такая пропорция. Где-то чем-то похоже. Может быть, у меня горизонт вышел более высокий, чем здесь, завышенный. Когда мы пользуемся фотографиями, хорошей точности тяжело добиться. Я не знаю, почему многие считают, что по фотографиям легче рисовать, чем на пленаре. Я считаю, на пленаре легче, потому что на пленаре пропорции ведь настоящие. А на фотографии уже все испорчено фотографией. Мне надо найти центр этого прямоугольника. Это центр. И вот здесь пройдет линия глаз нашего художника. По центру. О, чуть-чуть сместилось. Видите, нужен еще хороший инструмент для этого. А инструмент это дело важное. Но это для тех, кто этим серьезно занимается. Для художника, в принципе, не важно. Когда будет такое легкое время, в этом видео расскажу вам одну историю про инструменты. Как я в первый раз узнала, что должны быть хорошие инструменты. Вот это точка. Глаза нашего наблюдателя. То есть это точка схода. А теперь давайте найдем, где он находится. Те люди, которые смотрели мои предыдущие видео, уже знают, что наше зрение человека это 60 градусов. Для того, чтобы человек вот это здание видел полностью. Вот эта линейка ровно на 30 градусов вот с этой стороны. И этот человек должен стоять так, чтобы все здание вошло вот в этот угол. То есть если он стоит вот здесь, скажем, вот я скажу, он стоит здесь, то уже какая-то часть здания не входит. Вы располагаете линейку на расстоянии, когда здание входит вовнутрь этих линий. И я бы не советовала делать ровно вот так по линии, потому что тогда у вас получается здание прямо на углу. Вот на фотографии. Вот, например, на фотографии. Вы знаете, что фотография это другая вещь, потому что у фотоаппарата и телефона угол может быть другой. Это у наших глаз угол 60 градусов. А вот на фотографии он может быть и 90, скажем так. Ну, если мы предположим, что это видят наши глаза, вот так вы стоите, это видите, то вы бы взяли эту линейку и приложили ее прямо вот сюда. То есть вот так она отошла. И вот этот угол вам бы показал, где стоял человек. Вот мы вот здесь это сейчас сделаем. Это очень важно, потому что без этого правильно не построить. Вот у меня получается... Вот это случайность, что совпало. Не обязательно, чтобы это совпадало. Вот получается, вот здесь у меня стоит этот человек. Видите, опять из-за того, что вот этот угол неточный и закругленный, у меня не получился угол прямо в точечку. Да, давайте я его сделаю прямо в точечку. И с этой стороны. Надо теперь продумать о том, что тут у меня угол закругленный в этой линейке. Вот здесь мы его отметим. Вот это угол зрения нашего наблюдателя. То есть вот тут стоит человек. Художник. Вот эти точки, это не точки схода. Это всего-навсего конус его зрения. И вот здесь, если мы чертим окружность, то есть все, что попадает в нашу картинку. Ну что, теперь давайте найдем вот эту дугу. Это задача сложная. Это уже дело не для начинающих. Ну что, чем мы здесь будем пользоваться? Какими знаниями? Ну, конечно, нам надо помнить о том, что каждый овал это, в принципе, круг. Давайте я сейчас вот здесь нарисую этот круг. Он у меня весь не войдет. Так, дам ему немножко места. Этот круг для нас очень важен. Еще до того, когда я начну делать любые построения, мне надо разобраться с этим кругом. Так, теперь... вот это расстояние и отмечаю вот здесь. Вот это мне даст половина круга. Моя окружность и дальше идет, но мне она вся не нужна. Такая линия идет у нашего круга. Такая линия, видите, чуть-чуть тоже центр не совпал. Что значит, нет хорошего инструмента. Потом вот это. Линейка нужна лучше. Видите, оно кажется, все линейки одинаковые. Ничего подобного. У этих линеек они для детей. И вот эти края, они все кругленькие, чтобы не порезаться. И из-за этого они дают вот эту неточность на полмиллиметра в каком-то месте. То есть я когда карандаш ставлю, прикладываю линейку, а теперь у меня карандаш может проваливаться немножечко вот в это закругление. И дает мне маленький сбой. Мы знаем, что круг пройдет через эти точки. И вот здесь надо поделить пополам. Дайте-ка я встану, чтобы лучше видеть. Примерно на глаз пополам. Можно вымерять. И окружность пройдет чуть ниже. Знаете, что из-за того, что я сейчас начинаю двигаться, у меня меняется голос. Вам слышно то громче, то тише. Я не знаю, смогу ли я это исправить. На самом деле, вообще-то, этот кружок проходит чуть-чуть ниже вот здесь, под этим. Но я нарисую эту окружность, потом буду ее исправлять. Рисую стоя еще и верх ногами, поэтому не сильно удобно и не сильно видно. О, знаете что, чего я мучаюсь? Я же могу циркаль взять. Вот так вот. Нет привычки работать с инструментами. И все. Вот такая окружность. Вот это я уберу, чтобы она меня не смущала. Вот так. Что мне в моей окружности важно? Мне важен вот этот угол. Вернее, вот эта точка. И вот эта точка. Естественно, вот эти точки. Эта точка. Может быть, эти точки важны. Да, это центр этих квадратов. Все вот эти пересечения, возможно, понадобятся. Ну, пока посмотрим. И теперь вот эту окружность мы сделаем вот здесь, как будто в проекции. Вот эта сторона у нас уже, в принципе, есть. Это будет самая широкая сторона моего овала. Теперь, что я делаю? Я возьму голубой карандаш. Я соединяю вот эти точки боковые с центром зрения этого человека. Это же у нас точка схода, это же точка исчезновения. И получается, что мы сейчас будем делать? Мы будем, в принципе, делать квадрат. Так как этот овал, который вот в таком виде окружности, должен вписаться туда, в этот квадрат. Но нам надо этот квадрат найти. И как мы это сделаем? Мы берем линейку с углом 45 градусов. Вот она. И ставим этот угол ровно вот сюда, где стоит человек. И я сейчас отмечу этот угол. Знаете, что я его красненьким сделаю? И мне надо его продлить, чтобы получить точку схода. Это у меня правая точка схода. Под углом 45 градусов. Если бы наш человек смотрел вот так, то угол был бы другой. Но так он смотрит прямо, то этот угол 45 градусов. У меня нет достаточно длинной линейки. Поэтому я буду приспосабливаться этой линейкой. Мы ложим линейку на вот эту линию, которая нам дала 90 градусов. Ложим прямым углом. И мы этой линейкой ищем место, которое пересечется вот с этой линией, вот здесь. Вот оно, это место, где пересечется. Видите, тут как высшая математика начинается. Поэтому мне там кто-то написал, что хотят построить это здание по всем правилам перспективы. Я вам не завидую. Это серьезный бизнес. Вот это у меня получится. Этот эллипс в перспективе. Эту часть нам надо поделить пополам теперь. Вот эту часть надо делить пополам. Это три. Значит, будет один с половиной. Вот так. И вот эту часть мы отсекаем. Целую линию можно рисовать, но нам нужен вот этот кусочек. Вот это то, куда у нас придет этот овал. И вот в эту точку, в верхнюю точку. Теперь можно продлить вот эту часть. Видите, от этой точки, где была наша окружность. То есть наша окружность, наша единица измерения. Вообще-то мне эта точка сильно не поможет. Мне вот эти точки, может, даже лучше будет. Сейчас мы их проведем. Я, честно говоря, уже так давно ничего такого не строила, что я сейчас вспоминаю по ходу дела и додумываюсь по ходу дела. Да, наверное, вот эти точки нам важнее. Здесь был какой-то способ, как рассчитывать, где этот овал касается. Но я уже этого способа не помню. Давайте-ка я так на глаз сейчас сделаю, а там разберемся. Вот эта часть должна тут, как будто маленький... Здесь тоже, как будто здесь маленький... Маленькая окружность, как будто здесь. Чтобы эта часть получалась. Я знаю, многие люди овалы полностью рисуют. Я, чтобы рисунок не загрязнять, не рисую. Мне вот этого достаточно. Когда встану, посмотрю, то, может быть, что-то придется подправить. Ну, вот так, в принципе, достаточно. Ну, вот это первая часть этого овала. Теперь точно так мы строим вот эту часть. Соединяем вот эти точки. Вот дальнюю эту точку. Вот эту точку. То есть я вот этот угол направляю вот сюда, вот в эту точку. И так как у меня треугольники мои короткие, то здесь почти на глаз. Вот у меня пересечение с этой линией. Давайте я голубым сделаю. Вот так. Теперь мне можно провести... Саму линию я проводить не буду. Вот здесь отмечу вот это расстояние. Только это ведь у меня весь овал, да? А нам нужно пол овала. То есть я сделаю это на глаз. Тут уже такое все маленькое. Вот это, где у нас этот овал. И вот сюда он у нас должен сойтись. Такие маленькие, их даже тяжело делать, эти уголи. Потому что у меня тут не сильно вышло. Все. Вот это наше здание. Это наше здание, которое будет видеть человек, стоящий на вот этом расстоянии. И вот так оно попадет, это здание. Да, нарисовать это по перспективе правильно. И это надо хороший инструмент иметь. Хорошее место, чтобы все эти линейки легко ездили, чтобы бумага не была вот так прикреплена. Я не знаю, у кого сейчас есть такой стол. У меня раньше был, сейчас нет. Там у меня еще был вопрос по поводу вот этого здания, как эти окна делать. Да, вот посмотрите, у нас такие окна. По таким фотографиям, конечно, этого сделать невозможно. Найдите вид сверху, а может даже какие-то архитектурные планы этого здания, где нарисованы эти окна. И дальше вы это все делаете на окружности. Вот давайте сейчас посчитаем. Вот на этой стороне лучше видно, что меня, вот начиная отсюда, входит раз, два, три, четыре окна. Вот тут четвертое немножко. Плюс вот эта часть. Это тоже на фотографии это искажено. Сколько эта часть на самом деле берет? Вот это вопрос интересный. Как бы я это сделала? Ну, первое, надо рассчитать, какое расстояние берет вот эта вещь здесь. Сколько это? Я сделаю на глаз. Я надеюсь, что у вас там есть какой-то способ измерить. Пусть у меня вот это расстояние забирает эта штучка. Не знаю, это правильно или неправильно. Это на глаз. Значит, вот здесь у нас этот порох. Парадная или что это такое. Теперь с этой стороны у меня должно войти четыре окна. И я их сделаю на одинаковом расстоянии. Значит, что нам надо? Нам надо вот эти углы поделить. Хотите, делите на глаз. Хотите, измеряйте эти углы. Я делаю на глаз. Так, вот это чуть меньше надо сделать. Значит, у меня сколько выходит расстояние? Раз, два, три. Еще пополам. Вот этот угол пополам. Видите, можно, так как я делаю, можно делать на глаз. Это от этой линии вот так. Если вы делаете именно по перспективе, вам вот эти углы надо мерить. И делать правильно, чтобы они были ровные. Так, сколько у нас выходит? Один, два. Это три окна только у меня выходят. Можно еще даже делить, чтобы их делать меньше. Но на этой фотографии четко входят три окна. Вот это уже тут немножечко. Ну, давайте сделаем три окна. Я эти окна буду делать красным. Значит, у нас вот это окно. Вот его граница. Вот это окно. Вот его граница. Вот это окно. Вот его граница. Теперь мы эти окна, опять же, вам нужна хорошая линейка, хороший карандаш. Мы вот это все опускаем вниз. И окна. Если вы все еще смотрите видео, то значит вы уже не начинающий, потому что видео по перспективе обычно очень непопулярные. Только если они для начинающих. Если, знаете, как там, примерно одноточечная перспектива на глаз показана. Никто точно не знает, когда квадрат это квадрат, когда куб это куб. Ну, ничего, зато легко. И люди любят такое. Как только начинается настоящая серьезная работа, никому оно не надо. Так что, если вы еще смотрите это видео, то я вас поздравляю. Вы интересуетесь чем-то профессиональным. Вот теперь у нас, вот здесь, где красное, пойдут окна. И, как вы видите, уже получается у окна эта перспектива. Теперь нам надо вот эти все окружности тут нарисовать. Нижнюю часть, наверное, легко. Вот здесь окружность прямая. Если где-то посредине, то нам надо ее сделать чуть-чуть. Вот так больше, чем внизу. В принципе, вот эти все окружности, вот здесь, вот в этом месте, они почти не существуют. Так, если линейку прикладывать, там миллиметр какой-то где-то видно. Вот так. Вот окружности вот на этом расстоянии, это уже, да, более серьезная вещь. Вот, например, если взять вот это расстояние, поделить пополам, и вот здесь должна пройти какая-то окружность. Мы можем взять теперь вот это расстояние и тоже поделить пополам. Оно будет ниже. Так, да, пополам, вроде пополам. И вот это, где она прикоснется, эта окружность. И вот так вот вы идете. Таким же образом можно определить окружности здесь. То есть это расстояние у меня как-то оно уже пополам поделено. Теперь вот это пополам. Это где она придет. И сделайте вот эту окружность. Если вы хотите большую точность, это все надо измерять. Где именно эти окружности. И я говорю про окружности вот здесь. Вот видите, здесь все вот эти вот, вот эти все линии. Ну что, теперь, чтобы эти окна хорошо сделать, с ними надо поработать. Во-первых, надо вот это расстояние вымереть до этого окна. Сделать эту окружность. То есть я этим сейчас заниматься не буду, конечно. Ну, примерно пусть она вот так идет, эта окружность. Вот так, более-менее похоже. Теперь, где вот это красненькое, у меня окно. И это окно начинается, пусть оно начинается вот отсюда. И пусть оно идет вот сюда. То есть вот сюда я вписываю это окно. Здесь вы уже сами учитываете эти колонны. То есть у нас вот здесь пошла колонна. Кстати, колонны, когда их много, точно так же они вот здесь отмечаются. Представляете, сколько надо этих рисунков, чтобы это все сделать. Я думаю, это надо этот лист заклеивать, делать вторую окружность, на ней делать колонны, либо здесь, на этом, но это будет тяжело делать. Вот так, это колонна. Это вот здесь будет центр этого окна. То есть вот эта точка. Центр обычно вы определяете, как вы берете это окно, доводите его до квадратика и делаете треугольник здесь. То есть вот этот треугольник, он вам покажет центр. Вот у меня центр. Теперь мы из этого делаем арку. Она чуть ниже начинается. Теперь арка у нас вот здесь темнее, с этой стороны. И тут разные там штучки всякие. Тут какие-то тоже штучки. Вот так у нас получилось одно окно. Теперь то же самое окно здесь. Точно так же. Вот это, где красное. Видите, как важен этот круг. Без него можно легко даже запутаться. Получается чуть ниже. Здесь у нас уже видна колона. Вот здесь будет колона. Вот здесь окно, наоборот, становится шире, потому что толщина видна. То же самое найдем середину и проводим эту арку. И стекло, вот оно, где-то вот отсюда я вижу. Видите, вот здесь вот эта толщина видна. Ну, то есть это все надо рассчитывать. Теперь точно так вот это окно. Оно еще меньше. И вот тут эта толщина. Давайте-ка я вот тут сотру. И сделаю, чтобы они были похожи. Так, вот это стекло темное. И вот тут стекло темное. Вот эта часть светленькая. Ну, и тут чуть-чуть еще вот так вмещается окно. Теперь точно так в эту сторону. То есть их надо вот здесь разметить и делать дальше. Ну что, запутанное все это. Сложное все это. Я желаю вам удачи в этом рисунке. Я вообще сама уже давно не сторонник такого рисования, потому что это очень много работы. Это очень много рисовать. И потом, когда, скажем, эти окна намечены, это все надо пересветить на чистую бумагу и потом на той чистой бумаге делать следующий рисунок. То есть что-то, какие-то другие детали добавлять. И так штук 5-6 новых бумаг будет использовано, пока не дойдет до красивого чертежа, правильного по перспективе. А потом еще надо вот эти места тоже вот сюда вставлять. Это тоже сложно. Но все сделать можно. В принципе, любые детали, которые повторяются, вы делаете на этой окружности, вы находите, где они, а потом их проецируете. И таким образом можно сделать очень даже хороший рисунок. Когда я таким занималась, я как-то нарисовала московское что-то. Я уж не помню, какую-то церковь, что-то такое. У меня 3 недели ушло. Вот, в принципе, построить вот этот рисунок правильно по перспективе уйдет где-то 3 недели. Ну, конечно, не по 8 часов в день, а часа 3 в день. Насколько энергии хватает. Ну, где-то так. Главное, это хороший инструмент. Это очень важная вещь. Хорошая линейка, хорошие все эти транспортиры, все эти треугольники. Расскажу вам историю об инструментах. Я здесь буду продолжать немножко рисовать, и заодно вам расскажу эту историю. Когда-то давно, когда мой брат окончил школу, вернее, не школу, а 8 классов, и он пошел в техникум учиться. Техникум был судостроительный. Там было много черчения, но он, конечно, это черчение очень не любил. И я за него делала это черчение, получала плохие оценки, кстати. Преподаватель был очень строгий. Все было всегда неправильно. Не из-за построения, из-за того, что у меня все-таки художественный подход. Он хотел вот такой чисто графический, чтобы все было очень чисто. Моя мама попросила свою знакомую, которая была профессиональный черчежник в каком-то конструкторском бюро, чтобы эта знакомая помогла и сделала эту контрольную работу, которую надо было делать, или домашнюю работу. Ну, в общем, что-то там сложное такое, за что на мой чертеж преподаватель поставил двойку. Ну и вот эта знакомая сделала чертеж, принес мой брат его преподавателю, и опять получает двойку. Ну и опять же к нему, как же так, что такое, почему двойка? А он сказал, этот преподаватель, этот чертеж сделан такими точными инструментами, что даже у меня их нет. Такое может сделать только профессионал. И этот преподаватель тогда сказал, что циркуль этот стоит, как две моих зарплаты, чтобы вот сделать такую окружность, как была там. Себе представляете такое? Это первый раз в жизни я услышала, что оказывается не все циркули одинаковые, что у них там какая-то определенная точность. И так же самое эти все карандаши, линейки и все остальное. Так что есть циркуль, который стоит две зарплаты того преподавателя. Ну это советское время. Я не знаю, сколько это стоит сейчас, и есть ли оно сейчас. Сейчас нормальный циркуль тяжело купить. Так, это у меня тут, по идее, колона. И вот здесь расстояние у нее пошире. Видите, даже вот такое приспособление, вот такая линейка очень необходима. Хороший стол, который вам даст хороший зацеп, и чтобы эта линейка легко двигалась. Это все очень важно. Треугольник нужен получше. Этот треугольник, даже когда я его сюда прикладываю, он не дает хороший угол. Из-за того, что он закругленный, и он, когда я на его нажимаю, вот пальцем, он начинает слегка вот здесь подниматься, а из-за этого там на те полмиллиметра меняется. И когда у вас полмиллиметра с одной стороны не так, пол с другой не так, и в конце получается много неточностей. И для художников это нормально. А вот для всяких там конструкторов, для архитектора это вещь серьезная. Так, вот тут у нас вот так идет, тут так. Ну вот у меня одна колонна, в принципе, в принципе, есть. Здесь в окошке у нас темные окна внутри. Сейчас я их закрашу. Видите, я художник. Я окнами занимаюсь, чтобы закрасить, вместо того, чтобы дальше строить. Ну вот, уже как-то окна вышли. Вот здесь внизу вот какое-то квадратное окно. Его легче, наверное, делать, но оно тоже какое-то углубленное. А, здесь балкон. Здесь балкон. Это не просто так. И это выше точки схода. То есть я это сделаю примерно на глаз. Это где-то вот такое расстояние у меня. Вот здесь. Видите, вот это расстояние. Я его сейчас вот здесь отступлю. Вот так. Естественно, мне надо продумать эту окружность. Так, теперь это у меня... Эта линия, видите, вот... Вот эта линия, что я показывала, она у меня вот тут проходит. То есть... А вот здесь дверь есть, да? Как хорошо. То есть это дверь. Вот так. Рост человека. Дверь. Это где-то полтора человека до этого окна. Получается. Видите, по моей пропорции оно у меня тут еще и не входит, да? Это окно вот такое. Где-то по ширине. Так как я вижу на фотографии. И начинается где-то вот отсюда. Вот такое это окно. То есть они не совсем еще и друг по другам. Эти окна точно находятся. Вот тут у нас что-то углубление темное. Вот так. А вот здесь уже видно темное в окне. То есть эти рамы. Давайте-ка эти рамы нарисую по длинеечку. Так намного легче делать. Вот эта длинная рама. Вот эта сторона темненькая. А теперь вот здесь колона. Только эта колона меньше. Видите, сколько непропорционального. Как вы это будете рисовать, я даже не представляю. Я вам сочувствую. Потому что я сейчас еще чуть-чуть поиграюсь и брошу, и все. Вы решили это рисовать, и это будет сложно. Но можно. Можно. Вот так чуть-чуть. Одно за другим. Тут у нас пошел балкончик. И балкончик вот так срежется. Хотя у меня вот эта неточность, так как у меня это получается на линии глаз-наблюдателя. На самом деле это все выше. То есть мне надо вот эту часть выше поднять. Это же надо сразу промерить было, чтобы ее выше поднять. Примерно такое получилось это окно. И теперь вот здесь это у меня здесь колонны стоят. И здесь какая-то какой-то дизайн, типа я смотрю, тень я вижу. Вот здесь ровно внизу идет тень под этой колонной. Но тень легкая. То есть это уже вот тут у меня тень. То есть это не колонна, а это тень между колоннами. А вот здесь идет легкая тень. То есть здесь какой-то у стены какой-то рельеф. Сейчас я вам покажу вот здесь по фотографии. Видите, вот идет какой-то рельеф. И здесь немножко смещение этих окружностей. Тут какие-то выступы идут. То есть вот тут у меня будет уже как-то вот так. Дальше окружность продолжается и вот сюда продолжается. Так, вот здесь у меня окна нижнего нет, а вот здесь есть. и это нижнее окно. И знаете, просто так нельзя его сделать. Это оно должно вот так прийти окружностью. Здесь так у меня уже попало на горизонт, пусть будет на горизонте. Эта линия должна быть ровненькая, так как это окно ровное. И вот так пошло это окно и вот эта часть темная окна. ну а здесь видны вот эти вот все полосочки. Ну что, я дальше рисовать не буду, потому что моя задача сегодня не нарисовать вот это, а показать вам, как построить вот эти окружности и как наметить окна. Это тот вопрос, который мне задал человек, который в данный момент, я так думаю, мучается над этим рисунком. И вот это мой ответ на этот вопрос. Вот таким образом вы это делаете. Вот здесь вот эти колонны, это все точно так размещаете вот здесь, вот в этом месте. То есть это вам надо вымерять этот размер, то есть по сравнению с этим вот здесь и надо вымерять этот размер и потом эти колонны опускать вот сюда вниз и продолжать дальше. Ну что ж, удачи вам! Я надеюсь, что это видео было полезным. О том, что это видео может понравиться, я вообще уже никого и не спрашиваю, потому что это очень сложно и основная масса людей такое не любят. До свидания! Возвращайтесь на мой канал. В следующем видео будет акварель. видео